Еще более удобным было бы положение киевского «Динамо» перед поездкой в Стамбул. Но все это бы в воротах. Пятый номер Сергей Ребров, шестой Горан Саблич, седьмой Карлос Карре. В одной из бесед с моим коллегой Дмитрием Федоровым, что не встречали, так не болели против. Ну смотрим в штрафной. Выбил в штрафной. Кому, наверное, и следовала передача. Еще один заход на атаку. И очень здорово. Радмянт мяч в штангу попадает. Пожар довольно неожиданно возникает в штрафной рюшту. Езду с пустым баком в Формуле-1. Ну достаточно уместно. Наверное, такая аналогия, учитывая, что ближайший этап Формулы-1. То эти результаты внутреннего турнира. А давление оно будет. Угловой. Алекс навешивает. Удар по воротам в сторону ворот. Не больно. В центр. Еще дальше. Пока все довольно натужно. Собственно, такую же геометрически правильную и выстроенную по линию, по вектору в сторону чужих ворот, как и голевую. Не удалось сейчас продраться Диого Ринкону сквозь... Даже не Ринкон. Это был Абатрель Кадури. Ну, можно предположить, на левом фланге Кадури играет в основном. Сейчас, правда, Ринкон чуть ближе к правому флангу оказался. Перехватили мяч. Согласитесь, и перспективным не был момент таким, как в самом начале матча. Я неплохую передачу сделал, как мне показалось, потому что, наверное, рассчитывал на то, что кто-то на опережение выдвинется вперед и сыграет спортивного. А там два человека уже было. Здесь нарушил правила. Видимо, Родриго. Да, так и есть. В любом случае, не пропустил. А значит, не так грозен Фенер, как этого ожидания. И еще одна, наверное, облака высоте колена. Десятый номер Санли Тунджай. Давно уже приглашается в сборную Турции. Может быть, и является там основным игроком, но угадно. Посмотрим пока, как Стивен Аппи организует атаку потихонечку. А Алекс накануне, 22 августа, по-моему, все-таки не очень заметно. Сегодня вместе с 11 номером Тюмера. Наконец-то через Алекса. Этот состав с тем, что играл в первом матче. Вот Алекс хотя бы выполняет стандарты. Довольно хорошая подача. Несколько раз подряд киевляне довольно легко расстались с мячом. Но давайте вспоминать, что на старте матча тоже казалось, что команда Демьяненко вообще не выходит со своей планией. Аппи. Напомню, что за сутки до, может быть, за двое примерно вот так смотрит на пространство. В центре турецкие футболисты. Очень хорошая комбинация. Еще один пас назад. Можно просто расстреливать ворота. И выше бьет Тюмер. И это снова нервы. Фенервная какая-то игра идет у хозяев. Да, вроде бы выцеливал уже опустевший угол. Игрок Фенербакчей. Или это Алекс был. Мне показалось, что нет все-таки Алекс. Тюмер, в принципе, играет чуть выше по схеме. Чуть ближе к атаке. Ну а у Алекса, судя по всему, Аппиа сыграл с Тунджаем, получил обратную передачу. Алекс по штрафную. Навес. Теоретически, все это теоретически опасно. В этом сочетании нападения все будет кончено. Потому что 5-2 это уже утопия. Все-таки поближе к чужой штрафной заиграл Алекс. К нему приближается и Стивен Аппиа. И бьет он по воротам. Нет, футбол еще не кончился, конечно. Здесь лучше. Не берусь обсуждать геометрическую составляющую эпизода и выносить собственное решение. Прав Беннет или нет. Есть, вы же все прекрасно знаете, какие-то указания. Под таким углом бежит к воротам. Или там пересекает ему траекторию другой игрок или нет. Вот тогда фолл последней надежды, предпоследней и так далее. Все это неважно. Решение уже вынесено. Алекс. Навес очень опасно. И пролетает мимо меня. 19-й номер. Эндер Турачи. Хорош был во всех смыслах. Навес приятный во всех отношениях. Потому что, ну, за исключением, наверное, того, что не в створ. Снова перешли центральную линию поля. Хозяева и продолжают они держать мяч и уже истошно отбивают с киевля. Играть в футбол по-страусиному. Показалось, может быть, кому-то из вас, да, что быстро забитый мяч, как намедние и порой, способных держать на себе внимание нескольких соперников, но иногда заигрывающихся. Удар по воротам выше. Тем, что великолепно. Это может обвести одного другого человека. Только где, в какой ситуации? Другой разговор. Добавлено уже идет время. К первому тайму. Штрафной заработал Алекс. Для себя любимого. Правда, сегодня, вот в эти 45 минут, наверное, и Алекс в себе немножечко разочаровывает. Но штрафной выполнит. Куда он денется? 1-2. Фенера уступает. 2-5 по сумме двух матчей. А шансы время от времени имеет. Вот еще один момент. Поздравляет с эпизодом Шавковского. От головы защитника мяч летел. Нет, не столько поздравляет, сколько извиняется, может быть, за невольное касание. Вторая добавленная минута пошла, и Алекс успел перебраться сюда, к головому, чтобы еще один стандарт выполнить. Такое ощущение, что все зрители уже отправились на перерыв. Понятно, просто притихли трибуны, разочарованные вторым пропущенным голом. Но еще до игр защитников, но на поводке, на довольно длинном, протащив. И забил. Пятая минута. А потихоньку-потихоньку, находя пути к воротам Шавковского. И забить удалось только дальним ударом, но тому предшествовало несколько очень хороших моментов, хороших фенер. Рюшту. Три четвертый номер в воротах. Стретий из семих Сент-Тюрк. Тренер Зико. Опасный был момент. Угловых не наигранными и достаточно опасными. Но сейчас семих пытался сыграть лучше и лучше, на мой взгляд. Стивен Апиа. Алекс ему сейчас помог в отборе. Падро Элькадури мяч уходит за линию ворот. 5-1 по угловым. Но выйти с своей половины поля... Мяч достался. Полузащите Фенера. Опять Алекс в центральном круге. Тюмера развивали. Хозяева Алекс. Удар. Очень опасно. Целил в дальний... В верхний угол. Не очень-то он был дальним. Почти по центру Алекс. Выходил на изготовку. Ну и пытался еще скрыть намерение. Не дает поводов для особой радости. Ну, мало ли. Можно взглянуть на это и философски. В конце концов, любой поход на футбол. Команду и... Фенера Бахча. Угловой. Он его заработал. Был готов. Динамо. 2-1. 2-1 по-прежнему киевляне впереди. Здесь, в Стамбуле. Алекс из-за боковой. В атаку киевлян. Но... Они имеют полное право... Себе позволить... Играть даже на одной. Родриго не удается выиграть с первого раза. Удар с хода. С короткой. Ну, а теперь Эль-Кадури бежит, просто создавая численность обороняющихся. Но он крайний защитник. Вот сейчас потихонечку смещается и на свой фланг. Тем временем... В прошлом матче не было. Впоследствии у своей штрафной хватать, цеплять. Не пущать, что называется, того самого Керима, который сравнял счет. Керим Зенгин. Навес очень опасно выбил. Собственно, не стоит ждать какой-то особой стремительности, какого-то особого взрывного характера. Отпозиционных атак. Киевляне их проводят, может быть, и... Аликс пришел за мячом на свою половину поля. Мюрат, снова Аликс. Керим. Свою центрофору до киевляни. Но и двух контратак в одном матче такого достоинства, такой цены, на мой взгляд, достаточно. Аликс. Тунджай. Чи. Почти спокойно, уверенно можно утверждать, что в первом матче добился победы со счетом 5-2. Странно как-то даже предполагать, что это пложно пока это. Но не сложнее, чем... Вот. Галатасарая. 25 побед. И 9 не побед всего-навсего у Фенербахче. В нынешнем году в чемпионате Турции 3 победы из 3. Кстати, напомню, это единственная пока команда в Киеве. И пока ничья 2-2 дома. И теперь мысли о Кубке Уэфа. Насколько привлекателен он? Трудно сказать. Миллион долларов там уже сильное. Мы помним и довольно яркое выступление. Но если такую задачу Фенерб поставит, я думаю, не так богат на голы, чтобы можно было результативные встречи. Пропускать миг. Рим Зенгин. Это он установил. Возможно, окончательный счет. Забавно. Стив Беннет опять судит. Сегодня, если помните, если видели, наверняка видели. Московский Спартак тоже достаточно быстро выйдя вперед. Во встрече Родриго. Вертикальную, что вертикальнее, уже некуда. Тремиться вперед. Фенерб отыгрался благодаря удару Стивена Апи почти с 30 метров. Все-таки позвольте мне сказать, что с легкостью. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.